Сумерки Богов Я признателен всем подписчикам, благодаря их усилиям я могу и дальше рассказывать о самых интересных событиях в музыкальном театре. А опера, как известно, это всегда отражение всех буквально мировых процессов. И именно Кизамт Кунстверк ставит перед нами самые необычные вопросы. Вот сейчас, когда группа ответственных патриотов требует, скажем, чтобы генеральный директор Большого театра ушел в отставку из-за того, что не приносит пользу стране там, куда эта самая страна сейчас стремится, я задаюсь вопросом, хочу ли я, чтобы он покинул пост по этой причине? Или просто потому, что его художественная политика губительна для театра вот уже почти две пятилетки? Или другой вопрос, когда весь мир отказался от услуг Валерия Гергиева, потому что он не отрекся от политики своих главных спонсоров? Мне все же бы хотелось, чтобы это произошло по другой типичной гергиевской причине. Везде, куда ступает его нога, начинается халтура и падение музыкального качества. Хотя сам дирижер-миллиардер сейчас в интервью во Владивостоке на гастролях заявил, что у России, видите ли, теперь есть культурное будущее. Точно раньше его не было. И точно своими стараниями он не делает все для того, чтобы Россия в скором времени вообще забыла, какое культурное прошлое у нее было. Ведь такие мастера культуры работают еще по принципу «до нас тут никогда ничего не росло». А вот поклонение золотому тельцу, из-за которого и приносится в жертву музыка, было и остается главной темой исканий этих давно потерявших художническую совесть музыкантов. Впрочем, губительная алчность, желание стать владыкой мира и другие составляющие исторических процессов, которые мы сейчас наблюдаем вокруг, это же не новость. Вот и Вагнер, начитавший Шопенгауэра в свое время, создал не просто музыкальную тетралогию по мотивам песни о небелунгах средневекового немецкого эпоса, а создал настоящую архетипическую сагу о битве за политическую власть, за вечную власть золота, которая не знает пределов и превращает любое существо, вступившее на этот путь, в исчезе ада, будь то бог, гном или человек. Злая воля, как мы видим, непреодолима, даже если нацепить волшебный шлем и являться людям под видом чистого простеца, рассказывая им о своих благих намерениях. Уже понятно, что тетралогия кольцо небелунга была актуальна и во времена создания Германской империи, когда, собственно, была написана, и в годы Второй мировой войны, когда Гитлер посылал в Байроид солдат эшелонами, спасая от разорения частное предприятие вагнеровских наследников, и после разрушительной войны, когда именно обличительный пафос Вагнера, сжигавший Волгалу, а заодно и весь мир ради уничтожения зла на земле, спас Байроидский фестиваль от забвения. Удивительно, что и в этом году, когда страшные катаклизмы и страх будущего охватило всех людей на планете, внезапно всплыло несколько постановок тетралогии. Осенью в Берлине наш соотечественник Дмитрий Черняков покажет свою версию сразу четырех оперцикла, что необычно в репертуарном театре. В свое время ему предлагали поставить это как раз в Байроиде, в сердце вагнеризма, но, поразмыслив, Черняков выбрал постановку в Берлине, где иные отношения постановщиков и публики, где для него созданы комфортные условия для работы, как ему кажется. А постановка «Кольца» в Байроиде досталась совсем юному австрийскому режиссеру Валентину Шварцу. Есть такой оперный конкурс для пар «Режиссер плюс сценограф». Он называется «Премия кольцо», вот так и называется. И туда надо подать проект постановки одного действия какой-нибудь оперы. В 2017 году Шварц и его сценограф Андреа Коци выиграли этот приз. И, думаю, неожиданно для них самих получили приглашение сразу в Байроид. Опыта у них не было никакого. Ну, то есть новички вдруг получают проект, о котором мечтают многие маститые режиссеры. И который требует, безусловно, все же и жизненного, и профессионального опыта. Почему так вышло? Думаю, потому что правнучка Вагнера, Катарина, и сама была в свое время таким щитком, выброшенным ее матерью в воду вагнерских страстей. Третий месяц в полном объеме канал существует только на платформе Бусти при поддержке подписчиков, которым я безмерно за это благодарен. Но здесь, на Ютюбе, я продолжаю нансировать новые выпуски, и почти каждый раз меня спрашивают, как подписаться на канал на платформе Бусти. Поэтому я решил опубликовать пошаговую инструкцию. Если вы привыкли смотреть канал «Сумерки богов» на Ютюбе, то на Бусти вам не надо будет привыкать к новым формам. Просмотр там ничем не отличается от просмотра и здесь. Для того, чтобы смотреть ролики, не надо скачивать никаких приложений, новых браузеров, не надо засорять память ваших телефонов и других гаджетов. Как и в Ютюбе, вы открываете сайт и смотрите все ролики, которые выбираете во время подписки. Все очень просто. Отличие важное только одно. На Бусти вам надо обязательно зарегистрироваться. Впрочем, и на Ютюбе надо было регистрироваться, если вы хотели нажимать на все эти колокольчики, писать комментарии и так далее. На платформе Бусти есть несколько уровней подписки, из которых вы выбираете тот, что подходит вам по содержанию и цене. Да, подписка там платная, но зато нет никакой рекламы, которую вы всегда так ненавидели на Ютюбе. Рекламодатели помогали содержать канал, а сейчас это происходит на ваши пожертвования. И я еще раз повторяю, что благодарен тем людям, которые, как оказалось, не могут жить без моих роликов. В чем еще удобство Бусти? Вы подписываетесь один раз и дальше забываете о технической стороне подписки и только наслаждаетесь просмотром. Система сама каждый месяц следит за оплатой. Это некоторых подписчиков, правда, раздражает, но тогда можете взять дело в свои руки и просто каждый месяц подписываться самостоятельно. В любом случае вы всегда имеете возможность и отписаться. Чем в значительной мере отличаются ролики на Бусти? Они все снабжены видеопримерами, которых от меня всегда требовали. Но политика Ютюба не позволяла этого делать. А теперь я где можно и где нужно иллюстрирую свой рассказ вокальными примерами из подходящих трансляций или записей. Какие абонементы существуют на моем канале на платформе Бусти? Бесплатный уровень позволяет смотреть один ролик в месяц. Базовый уровень обеспечит вам доступ к основному набору из шести обзоров ежемесячно. Это рецензии, репортажи. Мои впечатления, которые я привожу из поездок по городам России и Европы. Для тех, кто выбрал эксклюзивный уровень, таких роликов будет семь. Вроде бы эти два уровня отличаются всего на один ролик, но седьмой ролик – это всегда что-то особенно интересное и эксклюзивное. Есть еще максимальный уровень. Здесь к роликам добавляется ежемесячная лекция о какой-нибудь опере. Вы всегда просите рассказывать об оперных шедеврах. И я с удовольствием это делаю, особенно когда это помогает моим подписчикам услышать какое-то новое произведение или открыть старое заново. Последний элитный уровень представляет вам неограниченный доступ ко всем роликам прошлых месяцев. Фактически на канале всегда можно посмотреть ролики за полтора-два ближайших месяца. Это зависит от даты вашей подписки. Оказывается, есть люди, которые любят пересматривать старые обзоры. Им тоже спасибо. И для них архив уже растет и с каждым месяцем становится все больше. Отдельные ролики, не все, а только самые важные, можно посмотреть без абонемента. Хотя выгоднее, конечно, купить хотя бы на месяц полный набор из шести роликов. Есть возможность и просто поддержать канал донатами. Ведь сегодня это единственная возможность для существования канала такого, как «Сумерки богов». В свою очередь я обещаю вам отчеты о самых громких премьерах, самых значительных фестивалях, самых важных концертах, трансляциях. Да, и просто буду рассказывать обо всем, что происходит сегодня в мире музыкального театра, который на наших глазах меняется невероятно. Для подписчиков за пределами России я открыл подобный канал и на платформе Патреон. Он работает с июня. Ссылку вы найдете тоже под этим видео. Оказалось, что многих раздражает курс перевода евро в рубли. И вот на Патреоне не надо зависеть от курса российского Центробанка. Все, о чем я рассказываю в этом ролике про платформу Бусти, можно применить и к платформе Патреон. Там все примерно так же. Буду признателен всем, кто подпишется после этого ролика. И каждый месяц вас ждут тогда новые обзоры музыкальной жизни России и мира. Спасибо, что сегодня вы были с нами. И до новых встреч на канале «Сумерки богов», где бы вы его не смотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok